Александр Коваленко, военно-политический обозреватель, группа информационного сопротивления, уже приснился к нашему эфиру. Добрый вечер. Александр, приветствуем. Доброго вечера. Александр, где сейчас наиболее активные действия происходят, имеется в виду контрнаступление, ну или наступление украинских войск, украинских защитников, и каким образом это уже меняет ситуацию на фронте в целом? Ну, говорить о том, что, например, наступательного типа действия, они наиболее активны, не совсем корректно, поскольку у нас есть еще и оборонного типа плацдарм, это Лимана-Купинская ось, где россияне пытаются наступать в направлении Лимана, в направлении Борового, а также в направлении Купинска. По линии А-66, со своей линией, где они контролируют, временно контролируют Кременную, Сватовая и Троицкая. Там аналогично довольно-таки ожесточенные бои происходят, но в первую очередь там силы обороны Украины занимают оборонные позиции и лишь периодически контратакуют и довольно-таки успешно. Например, отбили силу надежды, и не только, которые, чтобы захватить, россияне использовали сразу два танковых полка и приданные к ним еще и мотострелковые подразделения, которые не помогли удержать территории, которые насколько они попытались захватить. Если говорить о наступательных плацдармах, то наступательными плацдармами являются Запорожская область и Донецкая область для украинской армии. Это в первую очередь самый активный участок между Работино и Вербово, где происходит процесс пробивания клина между двумя этими селами. А также это административная граница между Запорожской областью и Донецкой областью по недалеко от речки Мокрые Ялы, то есть в направлении Старомлиновки. С Запорожской стороны это правый фланг Старомлиновки, это приютная, по левой фланг это более перспективный керменчик, в направлении которого также происходит выравнивание фланга и продвижение силы обороны Украины. Непосредственно по главной линии удара это, конечно же, после освобождения Старомайорского, это уже участок урожай, который позволит более эффективно проводить процесс наступательных действий в направлении Старомлиновки, который является основным не только транзитным таким логистическим узлом в данной локации, но еще и, помимо всего прочего, опорным пунктом российских оккупационных войск по второй, уже по второй линии обороны. Ну и, конечно же, Бахмут. Бахмут продолжает оставаться одной из наиболее горячих точек на карте боевых действий. И в первую очередь не столько сам город, сколько его южный сектор. В южном секторе продолжается продвижение наших подразделений, несмотря даже на то, что россияне туда стягивают максимальный ресурс, который только можно стянуть для оказания сопротивления и противодействия нашей наступательной операции. Тем не менее, такое село, как Кличиевка, село Андреевка, можно говорить о том, что это серая зона. Когда эта серая зона официально будет объявлена освобожденной, это вопрос времени. Возможно, даже на этой неделе. Возможно, уже через два часа, возможно, через два дня. Но сам факт остается фактом. Россияне не смогли удержать эти села. Также есть еще очень важное село Курдюмовка, в отношении которого сейчас ведутся действия со стороны наших подразделений. И оно охватывается, в первую очередь, с севера. Не исключено, что в ближайшей перспективе оно аналогично будет сначала с серой зоной, а затем уже непосредственно официально объявлено освобожденным. То есть мы продолжаем продвижение к главной южной логистической артерии на Бахмут. Ее важность заключается не только в том, что при Рязани играет определенную роль тактического уровня, и даже более того. Ведь эта логистическая артерия между собой соединяет как Бахму, так и горловку, оккупированную с 2014 года. Александр, на Западе часто можно услышать такие реплики, фразы, или, может быть, констатацию факта, что контрнаступление идет медленно. Но на самом деле так это, и поменялась ли тактика ВСУ, или как мы можем оценить, или как вы бы оценили бы то, что сейчас происходит, и темпы продвижения ВСУ? В 90-е годы я очень ценил западную журналистику, считал ее примером для подражания, и для меня даже выражение о том, что журналист – это своего рода как цепной пес демократии, оно было определенным показателем качества. Но что западная журналистика, что западная аналитика современная, в моих глазах на сегодняшний день не представляет собой что-либо схожее с профессионализмом. Ранее появлялась информация, согласно которой частично украинские защитники отказываются от той тактики, которая была предложена западными партнерами, или, например, той тактики, которой обучали наших защитников за рубежом. Насколько эта информация соответствует действительности, что известно вам об этом? Да, я понимаю, о чем вы говорите. Вы говорите о статье в New York Times. Именно про нее, да? Да. Так вот, согласно этой статье мы сейчас перешли на какую тактику – уничтожение российской артиллерии. Согласно этой статье. Опять-таки, вот уже как три месяца подряд я регулярно констатирую то, что силы обороны Украины делают акцент на уничтожении российской артиллерии, и не только. Например, средств ПВО, которые находятся по третьей линии обороны. Возникает вопрос, как статья, которая появляется в начале августа, может коррелироваться с тем, что силы обороны Украины начали планомерный, буквально ежедневный процесс уничтожения российской артиллерии с мая. А само по себе наступление началось в первых числах июня. Это, опять-таки, многое о чем говорит об аналитике и журналистике современного Запада. Окей, но на какую роль играет вот то минирование или те масштабы минирования, которые применили оккупанты? Насколько эти масштабы влияют на ту тактику, которую сегодня выбирают украинские защитники? То, что россияне осуществляли достаточно серьезное минирование полосы обеспечения, было, безусловно, известно. Но тот факт, что они даже превзошли в методичке советских времен классическое минирование полосы обеспечения, ну, это мы, в принципе, узнали именно в 2023 году, в июне. Но, в целом, то, как начиналось наше наступление, на это неоднократно обращалось внимание. Наше наступление началось с разведки боем, с глубиной разведки, оперативной разведки, называем это так. Что входит именно в функционал разведки боем? Функционал входит не только в разведывание того участка, на котором проводятся подобные мероприятия, но в том числе и вскрытие второй линии обороны, например, вскрытых позиций российской артиллерии. И не только. Третья линия обороны. Вскрытие позиций размещения средств противовоздушной обороны. И не только. Вскрытие командных пунктов, пунктов управления, штабов, логистики, ведущей от складов с боеприпасами, горюче-смазочными материалами, к полевой артиллерии. То есть это все входило в функционал разведки боя. Именно так все происходило. Следующий этап – это прорыв полосы обеспечения с учетом полученной информации. То есть говорить о том, что каким-либо образом кардинально менялась тактика и стратегия, я в настоящий момент не могу. Хотя бы по одной простой причине. Все происходит согласно ожидаемым планам. Все происходит, ну скажем так, все происходит согласно ожиданиям, которые виделись. Сначала разведка боем, скрытие артиллерийских позиций, уничтожение их, артиллерии, командных пунктов, пунктов управления, подрыв системы обеспечения, подрыв эффективности системы управления передовыми подразделениями, что вынуждает использовать российское командование, большее количество ресурсов. И это мы увидели уже со второй половины июня, когда россияне стали использовать ресурс не только резервной второй линии обороны, но, помимо всего прочего, подтягивать ресурсы других групп войск. Например, в Запорожскую область перекидывались подразделения с Левобережной Херсонщиной. И при этом силы обороны Украины не использовали основные ударные силы, а использовались подразделения ограниченного функционала. На сегодняшний день на том участке боевых действий, о которых мы говорим уже второй месяц, действует подразделение численно максимум до 15 тысяч личного состава, в то время как им противостоит в шесть раз большая группировка именно на этой локации, именно группа войск «Восток» и группа войск «Днепр». Это все лишний раз только лишь подтверждает, что в наступлении заранее было продумано, как будет осуществляться последовательность действий сил обороны Украины в первой линии обороны, во второй линии обороны противника и в перспективе, конечно же, в третьей линии обороны, которая является тыловой. Александр, в последнее время мы видим так называемую «Бавовну», которая предпочитает расцветать в теплом регионе Украины, который временно оккупирован Российской Федерацией, я говорю о Крыме. Как вы считаете, когда можно будет говорить о том, что Крым начали освобождать? Это далекая перспектива или все же речь идет не 2-3 недели, не будем повторяться, но какие-нибудь сроки, которые вы могли бы предположить? 2024 год. На чем основывается, если можно поинтересоваться, эта аналитика? Я рассматриваю именно темпы освобождения материкового юга Украины. Но это исключительно мое, опять-таки, видение. Исключительно мое. Я не оспариваю сейчас абсолютно ничей авторитет. Я вижу перспективу начала освобождения Крыма, сценария освобождения Крыма именно 2024 год, с учетом того, какие процессы происходят на материковом юге Украины. То есть, Запорожская область, освобождение Запорожской области, освобождение Левобережной Херсонщины. В перспективе я считаю, что самый оптимистичный вариант сценария, это, конечно же, освобождение материкового юга до конца 2023 года. А после этого уже перегруппировка, оперативная пауза и начало одного из сценариев освобождения Крыма, сторонником из которых я являюсь сценарий изоляции. Это сценарий, который может помочь сохранить жизнь украинских защитников? Максимально. Максимально сохранить жизнь, да. Поскольку уничтожение логистики, прямой логистики с Россией... Ну, скажем так, я более чем уверен, что прямую логистику с Россией через Крымский мост мы сможем уничтожить намного раньше. Далее это уже вопрос выхода к административным границам временно оккупированного полуострова Крым и непосредственно к Азовскому побережью. Зачем нужны эти две компоненты? В первую очередь, конечно же, логистика, мы понимаем, что она обеспечивает поддержку того контингента, который будет находиться на полуострове. Второй момент, Азовское море позволит нам абсолютно полностью исключить использование Черноморской флотилии и не только. У нас сейчас есть определенные возможности, которые позволяют наносить удары по российской Черноморской флотилии вплоть до Севастополя, Севастопольской бухты, Стрелецкой бухты. Не исключено, что россияне вынуждены будут в какой-то момент отводить свою Черноморскую флотилию в Новороссийск. Как вариант? Для того, чтобы иметь гарантированный доступ к Новороссийску, конечно, его можно иметь и по Черному морю, но маршрут через Азовское море максимально короткий по сравнению с Черноморским. Поэтому даже в Новороссийске не будет абсолютно никакого покоя и безопасности. Но придется выходить в Каспий, пускай в Каспии себе тусуются. Помимо этого, еще контроль через Азовское и Черное море это использование паромов и больших десантных кораблей для транспортировки сил и средств. Конечно, россияне смогут прикрываться в таком случае на паромах гражданскими лицами, но в принципе, скажем так, тут главная воля, воля принятия решений. Этой воли наверняка хватит. Спасибо большое. Александр Коваленко, военно-политический обозреватель из группы «Информационное сопротивление» был с нами на прямой связи. Оперативные новости, эксклюзивные видео, аналитические обзоры. Freedom of Telegram, только проверенная информация. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш Телеграм в описании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова